В Кремле самая настоящая истерика после того, как завершился саммит мира в Швейцарии. Российские представители пытаются сделать хорошие мины при плохой игре, всячески стремясь принизить значение вот этого важнейшего мероприятия, на котором Украина, безусловно, одержала очень существенную дипломатическую победу. Не только дипломатическую, на самом деле там прозвучали и, видимо, намеки на договоренности в сфере военного сотрудничества с Украиной. Поэтому, если кто-то думает, что этот саммит действительно нацелен на мир, тот ошибается. Это не саммит, нацеленный на создание мира. Нет, все прекрасно понимают, что никакого мира без желания России прекратить эту войну не будет. Поэтому этот саммит мира был, на самом деле, в значительной степени саммитом войны, если хотите. В том смысле, что Украина заручилась поддержкой еще целого ряда стран, некоторые из которых вполне задумываются о том, чтобы помочь Украине и военным образом, ну и уж точно дипломатически. Так вот, уже потому, как отреагировал тот же представитель Кремля Дмитрий Песков, ясно, что в верхах России очень разочарованы, на самом деле, произошедшим. Разочарованы из-за того, что они, российские представители, сейчас выглядят изолированными и проигравшими на фоне того, что на саммите собрались представители большей части мира, если судить по населению. Итак, Дмитрий Песков говорит, что, мол, ну, если комментировать итог, что соответствующие коммуники на этом саммите подписали, в том числе, дружественные России страны, например, даже Турция, то вот как это выглядит. Мол, мы и дальше продолжим этим странам разъяснять нашу аргументацию, заявил Песков, объясняя, как он и российские власти в целом относятся к тому, что, например, да, действительно, и Турция, и Венгрия, и Сербия поставили свои подписи под документы, которые называют Россию агрессором, потому что там сказано, что это Россия напала на Украину, и что необходимо придерживаться территориальной целостности любой страны и воздерживаться от агрессии против какой бы то ни было страны в мире. Не говоря уже про то, что Россию там, по сути, обвиняют в похищении детей, обвиняют в том, что она пытается шантажировать мир голодом, обвиняют в том, что она захватила целый атомный объект и требуют, чтобы она деоккупировала немедленно. Это все детали, которые мы накануне разбирали, но уже из реакции Пескова понятно, что в Кремле просто не нашлись, что ответить на вот эти очевидные провалы. Провал, который заключается в том, что Венгрия, которая всегда славилась хорошими отношениями с Россией, Турция, которая тоже славилась тем, что якобы всегда найдет общий язык с Владимиром Путиным, ну и та же Сербия, которая вообще не член ЕС и не член НАТО, в отличие от той же Венгрии, поставила свою подпись под документом, который напрямую уязвляет бучанского мясника Владимира Путина. Нечего сказать, и тогда, соответственно, Песков включает вот этот свой наигранный оптимизм. Мы продолжим разъяснять. Да что вы кому продолжите разъяснять? Никому не нужны ваши разъяснения, потому что и Венгрия, и Турция, и даже Сербия прекрасно понимают, на самом деле, кто реальная сила в мире. И это точно не Россия. Россия — это просто шавка на подтанцовке у Китая. Ну а тем временем другая шавка. На подтанцовке уже у самого Путина Дмитрий Медведев, называющий себя замглавы Совбез России, опубликовал собственный полный яда пост в Телеграм-канале. Ну а других Медведев и не пишет в последние полтора года, с тех пор, как окончательно осознал, что Украина будет получать столько военной поддержки со стороны Запада, чтобы разбить российскую армию. И вот Медведев вот так откомментировал то, что произошло в Швейцарии. Мол, это все скотный двор, а швейцарские пастушки пригласили проверенных зверей. Ну, на самом деле, конечно, вот таким оскорбительным постом Медведев вовсе не людей, уважаемых господ в Швейцарии обидел. Он в первую очередь показал, какая на самом деле истерика царит у самого Медведева и в аппарате российского, так называемого президента, без согласования с которым, конечно, ни один подобного рода пост не выходит в Телеграм-канале Дмитрия Медведева. Потому что нужно понимать, что Телеграм-канал Дмитрия Медведева, это, по сути, голос самого Путина. В этом еще раз подчеркну то, как Медведев высказался, а скрин его поста, вы видите сейчас на своих экранах, показывает, что сам Путин, в первую очередь, конечно, очень нервничает перед лицом того, что произошло накануне на саммите Швейцарии. А на этом саммите, как мы уже с вами обсудили накануне, произошла, если не изоляция Путина, нет, это только первый шаг к этой изоляции, но, тем не менее, шаг очень важный, потому что понятно, что любой большой процесс начинается не с мгновенного скачка, а с постепенного движения. И это движение будет, я не сомневаюсь, со временем самым настоящим трендом. То есть, да, с одной стороны, вроде как ключевые игроки так называемого глобального юга от подписания документа воздержались. Почему мы уже говорили? Потому что они все используют Россию, но не более того. Россия им нужна просто как источник дешевой нефти, газа, энергоресурсов, ну и каких-то других своих, так сказать, вот международных политических грязных дел. Но не более того, с Россией тоже Индии нечего делить. Россия для Индии это просто мелкий таракан, который путается под ногами. А я напомню, что премьер-министр Индии Нарендра Моди прямо публично отчитывал Владимира Путина, говоря, что современный мир это не место для войны. А Путин, потупив взгляд, по сути извинялся перед Моди, заверяя, что он решит вопрос. Ну и мы видим, как Путин решает вопрос. Истерично излагает свои собственные требования, никому не интересные. Требует, чтобы Украина отдала ему четыре области, а иначе, а иначе что? Ну вот что, путинские войска стояли в феврале-марте 22-го года у Киева, по сути, угрожая захватить две трети Украины. Украина тогда не сдалась. Что Путин сейчас хочет этим сказать? Какие условия он сейчас выдвигает? Чего он грозит, заявляя о том, что якобы следующие условия для переговоров будут куда более жесткие? Да куда более жесткие условия были тогда, в феврале-марте 22-го, когда российские войска без пяти минут взяли Киев. Реально, почти взяли. И, по большому счету, все висело на волоске. А сейчас, когда Украину накачивают самым современным западным оружием, да, пусть в небольших масштабах, но тем не менее. И да, пусть пока без самолетов пятого поколения, но тем не менее. Сейчас, когда ЭТЭКОМС уничтожают российские так называемые передовые ПВО, когда Россия несет колоссальные утраты в пять, в семь раз больше единиц тяжелой штурмовой техники теряют по сравнению с Украиной, и мы эти цифры еще рассмотрим в сегодняшнем нашем материале, когда Россия на самом деле чрезвычайно далека от своей цели даже элементарно захватить вот эти четыре области, она Донецкую область не может захватить, она не может захватить ключевые города, такие как Часов Яр на Донечине, она на Луганщине сейчас отступает, она на Харьковском направлении, сейчас теряет людей, и, как мы знаем, вот в том котле в агрегатном заводе в Волчанске около четырехсот российских солдат погибают медленной смертью, хотя кто-то вот нашел возможность сдаться. Черноморский флот потерян, он потоплен, он бежал, он уничтожается. И вот на этом фоне Медведев смеет говорить, что, мол, для бандеровского режима события развиваются по катастрофическому сценарию. Нет, конечно, можно жить в собственной реальности, но если бы Медведев хоть чуть-чуть протрезвел бы, и я сейчас говорю не про физиологическую, а про политическую трезвость, и взглянул бы на ситуацию реально, то он бы понял, не взять Россию, Украину. Россия не может взять даже вот те самые четыре области, которые она включила в собственную конституцию. Россия бежала, причем позорно бежала из Херсона, еще более позорно бежала из Харьковской области. И до сих пор ни Херсон, ни Харьковскую область Россия не смогла вернуть под свой контроль. Даже близко ничего подобного не происходит. Это при том, что, как сам Путин говорит, 700 тысяч солдат России уже стоит на украинской земле. Россия все еще пока имеет, но это уже скоро закроется, доминирование в воздухе. Россия все еще может производить крылатые и прочие ракеты дальнего радиуса действий. У России все еще есть тысячи и тысячи и тысячи единиц советского хлама, но они все закончатся. И что будет тогда делать Россия? Путин, конечно, все это прекрасно понимает. Он знает, что в 1926-1927 году Россия выйдет на плато по производству военно-техники, а потом начнет деградировать. И к 1928-1929 году все закончится, в том числе и добровольцам. А вот Украина уже в ближайшие недели получит самолеты В-16, начнет потихонечку их осваивать. Не сразу, конечно, В-16 заработают так, как они, собственно, работали бы у НАТО. Ну, во-первых, их будет очень мало. Во-вторых, давайте вспомним, а что, Брэдли сразу же начали отоваривать российские войска? Вот сейчас Брэдли – это король бронетехники, мы видим. Ну, так потребовался год для того, чтобы те же бойцы бригады 47 освоили эти самые Брэдли. Вот так будет и с Ф-16. То есть бойцы должны освоиться в украинском воздушном пространстве именно на поле боя, потому что это сильно отличается от того, что происходит во время учебно-тренировочных полетов. Набьют руку, почувствуют уверенность и начнет падать российская авиация и посыпятся настоящие уже бомбы и ракеты на головы российской саранчей по тем же радарам, я имею в виду, противорадиолокационной ракеты, которые проявят свой полноценный потенциал на 150 километров, а не на 30 километров. Короче, весь арсенал НАТО скоро посыпется на российские головы. Россия сейчас, до того, как Украина получила Ф-16, вообще основные объемы военной помощи от США, уже успешно держит линию фронта. Я не говорю даже про те полгода, когда у украинцев ничего, кроме ФПВ и Камикадзе, не было из-за Дональда Трампа и его, по сути, слуги по имени Майк Джонсон в лице спикера, в виде спикера Нижней Палаты Конгресса США. Тогда у России не получилось, на самом деле, добиться никакого оперативного успеха против Украины. Так что же сейчас, интересно, хочет сделать Россия? Чем же сейчас грозит Путин и Медведев? Но, на самом деле, я хочу вам сказать следующее. В действительности, конечно, вот те угрозы, которые прозвучали со стороны Путина в адрес Украины, вот те ультиматумы, отдайте четыре области и не вступайте в НАТО, тогда мы, соответственно, прекратим эту войну. Но, понимаете, это на самом деле не стоит воспринимать всерьез и не стоит ни в коем случае этого пугаться. Ни в коем случае не стоит воспринимать это как реальную готовность и, главное, математическую способность России действительно осуществить то, чем она угрожает. Ведь нужно понимать, что если бы не этот саммит мира в Швейцарии, то таких угроз со стороны Путина не прозвучало бы. На самом деле, это Путин в данном случае играл в догоняющего. Это он догонял. Инициатором была Украина. Она говорит, у нас сейчас саммит мира. Мы собрали вот тут 92 разные страны, в том числе и ту же Индию и другие страны. В совокупности они представляют вот на этом саммите мира большую по населению часть мира. Мы завоевываем новых друзей, у нас новые альянсы, у нас новые гарантии, у нас усиление давления на Россию. А Путину что делать? Ну так вот он накануне этого саммита мира в Швейцарии и излагает свой ультиматум. Если бы не саммит мира в Швейцарии, Путин не стал бы излагать этот ультиматум. Это означает, что в сущности этот ультиматум вымученный, в буквальном смысле вымученный. То есть Путин и сам понимает всю бессмысленность такого ультиматума. Путин и сам прекрасно понимает, что не получится у него эти четыре области взять. А если даже попытался бы он это сделать вот такими темпами, как тут подсчитали, ему понадобилось бы 14 лет, 14 долгих лет на взятие этих четырех областей, при условии, что россияне будут двигаться вот такими темпами, как они двигаются сейчас. Но послушайте, они не смогут такими темпами двигаться. Во-первых, Украина будет получать усиление. Во-вторых, ну пусть попробуют правый берег Днепра взять. Пусть, пусть, пусть. Я посмотрю на это. Я хочу посмотреть на это. Я хочу посмотреть на то, как они возьмут эту широкую реку, и сколько они там сотен тысяч людей при этом должны были бы потерять. Они не могут взять, собственно, Харьковскую область, даже на 15 километров к Харькову придвинуться. Первые же вот эти вот небольшие участки, куда они зашли, стали для них самыми настоящими кровавыми ямами. А там никакой реки нету, кроме реки Волчья, в том же Волчанске, где украинцы, как мы видим, проводят успешные контратаки. Так о чем речь? То есть, Путин говорит, отдайте нам сейчас четыре области, или что? Или вы будете 14 лет их брать? Серьезно? Да, у Путина, я так сомневаюсь вообще, жизни хватит ли на то, чтобы эти 14 лет продолжать возглавлять вот этот поход против Украины. Поэтому я считаю, что нужно относиться с усмешкой и с известной долей сарказма к тому, как Медведев и Путин и прочие сейчас высказываются по поводу саммита мира в Швейцарии. Еще раз, вся их реакция от ультиматумов Путина до заявления Медведева, все это свидетельствует об их глубокой растерянности и беспокойстве по поводу того, что они вместе с Китаем, кстати, уходят во всю большую изоляцию в связи с их бесславной и совершенно бесперспективной агрессией против Украины. Ну и, так сказать, в качестве бонуса. Дело в том, что вообще все посты Медведева напоминают мне посты рыбки, у которой, как известно, память примерно 10 секунд. Проходит 10 секунд, и она забывает то, что делала раньше. Вот буквально недавно Медведев в своем телеграм-канале радовался тому, как Владимир Путин пригрозил странам Запада, что он будет передавать российское дальнобойное оружие в те враждебные Западу регионы, из которых можно будет потом наносить удары по важным для Запада военным объектам, в ответ на то, что западные страны разрешили бить своим оружием по российской территории. Вот мне интересно, а вот где это? Ну вот мы слышали много разных угроз. Красные линии всыпались так, что дождь реже в Лондоне идет, чем вот те ядерные и прочие эскалационные угрозы шли от того же Дмитрия Медведева. Ну вот объясните мне, пожалуйста, вот эта угроза, ну ее-то вроде можно выполнить. Ну что, доставили уже Искандеры куда-нибудь на Ближний Восток? Что, уже хуситы лупят ими по, я не знаю, американским базам? Может быть, американцы сейчас имеют какие-то серьезные проблемы с российской подлодкой на Кубе? Может быть, кубинский рейд Путина это и есть вот то, о чем он говорил, о чем говорил Дмитрий Медведев? Ну если это так, друзья мои, здесь я не могу не согласиться с тем полковником НАТО, который написал статью в The Telegram, где сказал, что у Путина просто-напросто заканчиваются карты, иначе этот кубинский рейд просто и трактовать нельзя. И вот Дмитрий Медведев почему-то не вспоминает про свой пост с прославлением угроз Путина передать оружие враждебным штатам-группировкам. Почему? А потому что так работает принцип Оруэлла, на которого Медведев здесь сам, кстати, и ссылается. Вот вчера мы воевали с океанью, а сегодня мы уже не воюем с океанью. Сегодня у нас совершенно другая повестка. То есть пропагандистская машина Кремля забывает, что она говорила вчера. По сути, она живет одним днем. Ну вот, собственно, Россия это и есть цивилизация одного дня, что называется. И именно поэтому она терпит крах. У нее нет ни стратегий, у нее нет ни взгляда в будущее, у нее нет ни человечности, ничего живого в ней нет. Только и остались, что вот такие вот омерзительные алкоголики, которые и символизируют всю сущность современной российской внешней политики, современной российской дипломатии. Это дипломатия Захаровой, дипломатия с кровавым ртом и пропитыми глазами. Спасибо, друзья, за то, что вы остаетесь с нами. Я напоминаю, что вы можете поддержать нас через ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами. Супер спасибо от YouTube, о виде отдельных кнопок под каждым нашим роликом. Большое спасибо вам за помощь, потому что именно благодаря этой поддержке мы делаем эти материалы, повышаем их качество, увеличиваем количество и продолжаем работу. До скорого!